Вступление России во Всемирную Торговую Организацию проходит в атмосфере строгой секретности. Это можно совершенно четко сказать, потому что документы о вступлении в эту организацию представляют собой 1600 страниц всевозможных скидок, процентов пошлин и так далее. То есть это очень серьезный документ, в котором сложно разобраться даже профессионалу. Вот каково было наше удивление, когда мы узнали, что на русском языке этого документа не существует. Оказывается, официальным языком ВТО являются английский, испанский, французский, какой угодно, кроме русского. И поэтому нет перевода, а значит граждане России якобы не могут составить свое мнение, и поэтому проводить референдум невозможно. То есть мы видим странную ситуацию. Если это хорошее дело для нашей экономики, почему никто нам до сих пор не рассказывает о преимуществах и плюсах вступления России в ВТО? В темноте всегда творятся не очень хорошие дела. И поэтому профсоюз граждан России, Народный собор, партия Дела, другие патриотические силы приняли решение провести целую волну пикетов, митингов по всей России. Наша цель привлечь внимание общественности к вопросу вступления в ВТО. И в конечном итоге воспрепятствовать ратификации Государственной Думы этих документов. Естественно, все мы будем делать в соответствии с российскими законами. Но мы считаем, что вступление в ВТО очень губительно для российской экономики. Как только мы вступим во всемирную торговую организацию, в Россию придут сразу же транснациональные корпорации и скупят все остатки производства, которые у нас есть. Скупят всю розничную сеть. У нас не будет больше Айкеев, не будет больше других розничных сетей. Будет один Уолмарт. И, конечно, потом для начала будут цены снижены. Потом цены все однозначно вырастут. Мы однозначно проиграем от вступления в ВТО. Мы, общественная организация, профсоюз граждан России, в очередной раз вышли на улицу провести акцию против вступления нашей страны в ВТО. Поскольку считаем вступление в данную организацию губительным для нашей российской экономики. Вступление нашей страны в ВТО приведет к закрытию огромного количества предприятий, которые кажутся нерентабельными. В следствии этого повысится очень сильно уровень безработицы, что приведет к огромному понижению общего уровня жизни в стране. Почему я против вступления в ВТО? Это очень просто. Потому что я знаю, что при вступлении в ВТО российские производители товаров и услуг окажутся в неравных условиях с китайскими производителями товаров и услуг, мексиканскими производителями товаров и услуг, западными производителями товаров и услуг. Просто по той причине, что у них не было 20 лет разрухи экономики. И все эти 20 лет они имели возможность строить свою экономику, используя дешевые кредиты в американских долларах. К сожалению, российская промышленность все еще не окрепла после разрухи и развала 90-х годов. Поэтому сравнивать китайского производителя и российского производителя и ставить их в одни и те же условия просто нечестно. Я уверен в том, что при вступлении России в ВТО окончательно загнется, так и не успевшая развиться российская легкая промышленность. Окончательно потерпит крах российская средняя промышленность. Никакой речи о российском автопроме речи уже не будет. И, разумеется, не будет никаких тяжелых производств. Все будет китайское, все будет импортное. И просто рабочие места для россиян останутся на рынках и в супермаркетах. А этого очень не хотелось бы. Собственно, я поддерживаю сам этот пикет. Почему? Потому что, на мой взгляд, Россия не готова к вступлению в ВТО. Почему? Потому что большинство сейчас наших производителей, они вообще не способны конкурировать с западными какими-нибудь компаниями. И поэтому я считаю, что просто когда мы вступим, наше большинство, именно наших отечественных производителей, они станут нерентабельными. И мы попадем, так сказать, в такую экономическую зависимость от стран, не все знают, от Запада. То есть, ну вот это лично моя гражданская позиция, почему я сюда пришел. Вот.